19 несовершеннолетних осудили за закладки наркотиков в Казахстане. И это только с начала года. Такие данные озвучили в МВД. Как правило, наркодилеры пользуются психологической незрелостью подростков. Им обещают не только легкие деньги, но и отсутствие наказания. Тему продолжит Гульнар Ерманова. 17-летнего власа за распространение наркотиков осудили больше года назад закладчиком. Он решил стать, чтобы заработать легких денег. Однако спустя неделю оказался за решеткой в колонии. Для несовершеннолетних ему предстоит провести еще около 6 лет. Если они думают, что они не попадутся и будут дальше зарабатывать много денег, то нет. Лучше пойти просто работать грузчиком и быть на воле, чем здесь. Я очень скучаю по родным и близким. Только за 4 месяца с начала года за распространение наркотиков в Казахстане осудили 19 подростков. И это каждый второй случай, когда несовершеннолетние оказывались за решеткой. Тревожную статистику озвучили в МВД. В прошлом году 41 за год, а в этом году уже 4 месяца, уже 19. Реальность такова, что это относится к категории тяжких, особо тяжких преступлений. Санкции очень суровые, жестокие. Несмотря на это, они пользуются психологической незрелостью молодых людей, когда они не понимают за свои действия полностью. Вроде они сознание имеют, но в то же время они последствия не понимают. Попасть в сети преступников, в первую очередь, рискуют подростки, которым родители уделяют мало внимания и времени. Психологи рекомендуют следить за любыми изменениями в поведении детей. Следует обратить внимание на резкое изменение поведения. Это замкнутость, скрытность, социальная изоляция от родителей и близких людей. Необходимо организовывать досуг, здоровый досуг, в котором ребенок может себя полностью реализовать и быть заинтересованным в родителе. Необходимо интересоваться переживаниями и ожиданиями ребенка, его эмоциональным состоянием. Между тем, объем изъятых полицейскими наркотических веществ за последние несколько лет вырос вдвое и уже исчисляются тоннами. Поэтому в стране готовят новые законодательные поправки. Производителям наркотиков намерены не только увеличить сроки наказания, но и предусмотреть пожизненное лишение свободы. Гульнара Ерманова, Нургалима Мурбаев, 24КИЗ.